Саднам, everyone. Всем саднам. Как себя чувствуете? Готовы заработать немного денег? Давайте сделаем это. Но перед этим придется кое-что проделать по пути. Это будет невероятный класс. Я готовился этим утром и осознавал, какая же богатая и глубокая тема процветания. Потому что обсуждая ее с хиогической точки зрения, мы можем сделать абсолютно невероятные вещи. И мы сфокусируемся на нескольких вещах. Будем развивать нашу благодарность. Будем учиться видеть чудеса в нашей жизни. И не просто видеть их, а полагаться на них. Быть в тишине. Давать. И конечно вопрос, что давать. И мы посмотрим на этот вопрос. И как мы будем привлекать все. Это довольно широкая формула. Но вы знаете, даже все деньги мира не дадут вам счастья. Вы знаете, я сам в своей жизни пережил два этих состояния. Я был в состоянии, когда не знал, как оплатить следующий счет за электричество. Либо я сидел на Карибских островах, смотрел на море. Вокруг меня были люди, которые заботились обо всем. Это две крайние позиции. И как йоги, мы смотрим на комбинацию этих вещей. Почему процветание? Почему деньги? Какие законы Вселенной притягивают к нам? И как сделать это осознанно, как йоги. И быть очень-очень успешным. И мы здесь полагаемся на вопрос Божьей благодати. И калибра. И процветание. И процветание. You know, I have a family member. She had millions of dollars of cash in the bank. В моей семье есть человек, и у нее миллионы долларов на счету. And she had to pay a bill for 50 dollars. И вот ей надо заплатить счет в 50 долларов. And she was freaking out. Ее это просто так пугает. Абсолютное несчастье. Я пил чай с одним из беднейших людей в Индии. И даже чашка чая была прямым подарком от Господа. It has sugar, it has caffeine, and it has some milk. Там был сахар, там был кофеин, там было молоко. And that one cup is the answer to their prayers. И одна чашка уже была ответом на их молитвы. And when I was in India, when I was in India in November, I saw a little girl that was begging. И в ноябре, когда я был в Индии, я видел маленькую девочку, которая попрошайничала. I know if I give her 10 rupees. Я знал, что если я дам ей 10 рупий, it's going to her boss. Они пойдут к ее боссу. But if I give her a piece of candy, но если я дам ей конфетку, she'll be very happy. Она будет очень счастлива. It's sad, in a way. But you see the gratitude on somebody's face. И это, конечно, печально, но вы видите благодарность на чем-то лице. So this idea of prosperity might be relative, yes? И это связано с этой идеей просветания, правда? I moved to India when I was involved, from the richest city in the world, Hamburg, Germany. Я переехал в Индию из самого богатого города на земле, из Гамбурга, Германия. И я попал в одно из беднейших мест на планете. So, and I saw the poor kids, they're happy. И я видел этих бедных детей, которые счастливы. And I couldn't understand it, because it's completely opposite to everything I knew. Happiness was a result of the things I had. И я абсолютно не понимал, потому что это противоречило всему, что я знал, потому что счастье было тогда для меня предметом обладания вещей. But let's look at it more comprehensively. Ну, давай посмотрим на это более широко. Благодарность. Чудеса. Увидеть их, узреть. И потом ожидать их. И мы говорим, But what does it matter if you have a miracle and you don't see it? В чем смысл чудес, если вы их не видите? Stillness. Так что внутренний покой. В каком смысле это пратьяхара, пятый столб йоги-патанжали. So, your ability to withdraw your reaction from that which is on the outside of you. Giving. Давать. And then attracting. И, конечно, привлекать. Now, I realize, you're going to get homework at the end of this class. И вы должны понять, что в конце класса будет домашняя работа. So, we've given you a class on how to attract prosperity to your life. И мы дали вам класс по тому, как привлекать просветание в жизни. We made it free. Мы сделали его бесплатным. And then we're going to give you homework to give away your things. И поэтому мы дадим вам домашнее задание, чтобы вы что-то отдали. So, let's see how you feel in the end. Так что давайте посмотрим, как вы будете чувствовать себя в конце. And then we'll do that plus the kriya plus something else for 11 days. Мы будем делать потом кое-что kriya плюс на 11 дней. And then we're going to measure prosperity in your life. И потом мы измерим просветание в вашей жизни. And at the end of that 11 days. И в конце этих 11 дней. Is winter solstice. Будет зимнее солнцестояние. The quietest part of the year. Самая тихая часть года. And a perfect time for us to reset. И идеальное время для нас перезагрузиться. И мы будем, я буду на солнцестоянии в России. И мы поработаем над нашим перерождением. I'll tell you a little bit about that later. Let's tune it. Расскажу про это чуть позже. Давайте настроимся. Вдох. Выдох. Вдох, чтобы начать. Вдох, чтобы начать. Ом. 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 Гор сказал. Ом. Продолжение следует... Вдох. Выдох. Хорошо. Итак, начнем. Мы будем делать некоторые мощные крии, поэтому надо покрыть голову для практики. Кундалини йога, как учил Йоги Бхаджан, это часть формулы, прикрывая свою голову. Это дает нам энергетический замок сверху и по-настоящему защищает нас. Но потому что не все хотят смотреться странными все время, поэтому про это не каждый раз говорят. Но да, в кундалини йоге, как ее учил наш учитель Йоги Бхаджан, мы покрываем голову. Я обещаю вам те идеи, которые мы будем сегодня изучать, но они также будут дать вам глубокий эго, причина и революция. Ну, конечно, это будет не очень легко, но в итоге вы получите глубокий мир и обновление. Так что давайте откроем пространство того, что избавимся от эго, это уничтожить эго. Руки вот так, большие пальцы смотрят друг на друга. И руки горизонтальные от 0 градусов, и мы поднимаем их на 60 градусов. И начинаем дыхание огня. И глаза сфокусируются на точке третьего глаза. Сделайте так, чтобы вы, наконец, прибыли. Спасибо. 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 И дышите, дышите мощно. Этот класс уже свободный, так что как минимум хорошо подышите. Давайте, продолжайте. Осталось меньше двух минут. И помните про свою благодарность. Благодарность за то, что вы здесь, за то, что показались ради своей жизни. Я знаю, что вы хотите улучшаться, вы хотите давать, и вы хотите служить людям вокруг вас. Я очень благодарен за это. Так что дышите и помните про благодарность за то, что дает вам ваш ум, за ту красоту. И дышите. Вдох. Вдох. И сделайте вдох, и медленно соедините большие пальцы над головой. И теперь выдох. Расслабьтесь. Хорошо, тема нашего класса — это магнит для денег. Перед тем, как мы говорим про это, давайте поговорим про идею процветания. Магнит, он привлекает вещи, верно? Но магнит также что-то отталкивает. А к чему мы сами притягиваемся, вопрос. Согласно Йоги Баджану, процветание не означает, что у вас есть деньги. Это даже не означает, что вы здоровы. Простите, но именно для этого мы делали уничтожитель эго. И это не означает, что у вас постоянное чувство удовлетворенности. Он объяснял таким образом. Представьте, у вас есть цветок. И у цветка есть запах. И этот запах — это и есть процветание. И как люди чувствуют себя, когда они благословлены вдохнуть этот запах? Вы никогда не опишите это ощущение тем людям, которые не могут чувствовать запах. И в вашем личном случае, ваш запах, according to him, prosperity means that you have security, безопасность, благородство, глубина, характер, и истинность. И это такая истинность, которой вы можете поделиться. Это не истина, которую вы навязываете другим людям, как религию. Это истина, которая идет от вашего характера и от возможности положиться на вас. И ваше процветание это значит, что вы способны дать людям чувство безопасности. Безопасность в отношениях через истинность. И это истинность, она передается от человека человека, как от свечи, передается к свече огонь. И это сильно отличается от его слова на тему процветания. Это совсем не то же самое, когда у нас есть слабость, и мы хотим впечатлить других людей. Это наша способность впечатлить самих себя. Когда вы встаете утром и смотрите в зеркало, впечатляете ли вы сами себя? Можете ли вы впечатлить себя? Это и есть то процветание, про которое он говорил. И он говорил, что это отличное определение для нирваны. Прекрасно, правда? Это свобода. И вообще неважно, в какое время на планете ваша душа инкарнируется. Потому что идея денег по-прежнему имеет место быть. Если вы родились, ну, например, 50 лет назад. И сравним это с сейчас. Ваша идея про то, что такое процветание, будет очень разная. Моя бабушка говорила, что даже чашка реального кофе была для нее высшей формой процветания, когда она была маленькой девочкой во времена войны. А теперь я пью кофе каждый день. Простите. Если оно не из Колумбии, если оно не органическое, если оно не было смолота совсем недавно, я чувствую, что моя жизнь пошла к чертям. Так что в чем же эта идея процветания? Эта идея денег. Это наша внутренняя свобода. Посмотреть на себя. Полюбить себя. И самому себя впечатлить. Это и есть благодарность. Первый шаг в формуле, которую мы обсуждали. Вы не преследуете все эти идеи о том, как другие люди вас видят. Но вы благодарны за то, какой у вас характер. И это абсолютно невероятная форма благодарности. И то, как эта формула продолжается, она привлекает процветание. Но она также привлекает другие вещи, деньги. И это является естественным потоком, который внутри процветания. Я бы хотел, конечно, сказать, сделайте крию, и деньги к вам придут. И вообще такая крия даже есть, и мы ее сделаем. Но через один из дней, когда настанет зимнее солнцестояние, мы сделаем другую крию. Это тоже про процветание, но она ведет к любви к себе. Как результат вашего осознания вашей личной чистоты. И из этого состояния, мы хотим написать наши цели на 2020-2020 год. И, конечно, будут цели про ваше финансовое состояние. Но мы прекратим себя наказывать в своем уме. Это наибольшее пренебрежение перед Богом, перед Гуру Рамдасом, вообще, что можно только себе представить. Наказывать себя и чувствовать себя неадекватно. Я не хочу, чтобы вы обижали моего Гуру. Именно поэтому я хочу, чтобы вы увидели то, что уже есть внутри, то есть ваша чистота. Так что крия, которую мы будем делать, которая ведет к зимнему солнцестоянию 11 дней, то есть она будет помогать вам увидеть ваше процветание через вашу чистоту. И, конечно, потом мы поработаем с беспокойствами. Мне нужно это, мне нужно это, мне нужно это. Все эти вещи уже идут. Но ваш беспокойный ум никогда ничем не удовлетворится. Вы вообще не знаете, как через 50 лет планета будет выглядеть из-за этого глобального потепления. Потому что мы постоянно потребляем больше, чем нужно. Мы постоянно кормим этот неудовлетворимый ум. И это разрушает нашу планету, нашу экологию. И это, может быть, даже разрушает ваши взаимоотношения. Может быть, разрушает вашу дружбу. И одна из вещей, которые мы будем давать за эти предстоящие 11 дней, мы будем давать наше время без всякого ожидания получить что-то взамен. И мы будем очень сильно работать, но мы не будем эмоционально вовлекаться в непосредственные результаты. Мы будем очень сильно работать, но будем сохранять спокойствие. И в этой тишине мы обнаружим нашу благодарность. И в этом спокойствии мы найдем нашу силу встретить все испытания жизни с благородством. Давайте я даже повторю. Через наше спокойствие мы найдем способность встретить все испытания жизни с благородством. И через эти испытания мы найдем наше благородство. И через это благородство мы будем привлекать. Видите, какая у нас формула? Хорошо, давайте начнем с первой крии. В ней есть три части. И она принесет процветание в вашу жизнь. Но благодаря вашей связи с вашей личной чистотой. Так что сядьте с прямой спиной. Правая рука вверх. Словно вы приносите клятву. А другая рука на пупочном центре. Вот здесь. И просто закройте глаза. Я вижу, некоторые положили руку на сердце, но положите ее на пупок. Проверьте, что она на пупке. Закройте глаза. Поднимите сердце. Расслабьте плечи. И медленно дышите. Начинаем. И во время этой медитации начните замедлять дыхание. И в следующие несколько минут все замедляете и замедляете ваше дыхание. И ваше дыхание. Позвольте вашему дыханию становиться длиннее, глубже и прохладнее, и не шевелитесь, разве что только ради дыхания. И когда вы замедляете дыхание, делайте его глубже, и направьте его в самую глубину своего живота, и слушайте звук своего дыхания. В этом состоянии мы находим чистоту внутри себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И ваша левая рука на животе вашем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Т.е. точки чистоты в вашем теле. Были же времена, когда через эту точку вы соединялись со своей матерью, чтобы выживать. Но с этим положением рук мы соединяем энергию Божественного Отца и Божественной Матери. Мы соединяем Землю и Небеса. И в согласии с тем, что говорил Йоги Бхаджан, если вы попросите, эти скомбинированные энергии очистят вас. Они позволят вам найти эту чистоту внутри себя. И поверьте мне, что именно из этой чистоты вы хотите потреблять. Даже если вы зарабатываете денег, то вы не будете разрушать тогда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И через ваше дыхание... Идите к своему счастью... К этому ощущению... Которое сидит внутри вас... Что в Небеса внутри вас... И не шевелитесь. Осталось еще две минуты. Это упражнение работает, верно? Я это чувствую, находясь от вас, в другой точке мира. Эта технология, которую вам дали, это ответ на столько ваших молитв. Так что сохраняйте спокойствие, и чувствуйте небеса внутри себя. Спасибо. 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 Продолжайте свистеть. Спасибо. 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 Продолжайте свистеть. Осталось еще несколько минут. saying. Тихо. 산хаф нга с федески с васge whана 그러면 ь? Субтитры создавал DimaTorzok Двигайтесь и осознавайте свою личную невинность ваше совершенство и что вы и есть ответ на чьи-то молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok и осознайте свое благословение. Осознайте свое блаженство. Через какую боль бы вы ни проходили, осознайте, что все качества святых есть у вас внутри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сделайте вдох, под вдох, задержка. Выдох, вдох, задержка. Поддох, задержка. Медитируйте над идеей, что вы совершенны. Что вы божественны. Выдох. Вдох. Снова. Представьте, что вы очень-очень чистый, невинный человек. И выдох. И выдох. И тут же, без паузы, вытяньте руки в стороны. Ладони смотрят вниз. Точнее, правая вверх, левая вниз. Левая вниз, правая вверх. Ладони. И руки сохраняем прямыми. Делайте все очень точно. Сделайте вдох. Под вдох. И с закрытыми глазами ощутите, как небеса и земля соединяются внутри вас. Когда я скажу «выдох», сделайте пушечный выдох через рот. Выдох. 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 Пушечный выдох. Вдох. Задержка. Будьте очень добры к себе. Помните про свою чистоту. И осознайте, что она даст вам здоровье, счастье и процветание. Призовите ее к себе. Поверьте в это. Пушечный выдох. Отпустите руки. Сядьте в медитативную позу с закрытыми глазами. Спасибо. 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 Ну что, мы сделали хорошую работу, правда? Вы знаете, эта формула благосостояния она следующая, признайте свою чистоту и все начнет лететь навстречу вам. Вы не должны бегать вокруг, пытаться ухватить что-то, притянуть что-то к себе. Но вы осознаете свою невинность. И все само приходит к вам. Позвольте всему приходить к вам. И это идеальная практика, чтобы ее сделать в течение 11 дней перед зимним солнцестоянием. Потому что, чтобы осознать нашу чистоту, нам надо просто осознать нашу истинную природу. И осознать ее в это время, когда меньше всего света. И это прекрасное время не просто притянуть к себе благосостояние, а подготовиться к всему грядущему году. Я хочу, чтобы вы на некоторое время закрыли глаза и осознали свою невинность, непорочность и спроецировали ее на грядущий год. Sorry, you switched off your mic. Yes. We're going to add one more practice to the prosperity for the next 11 days. Which is 11 minutes of Guru-Guru-Wahe-Guru-Guru-Ram-Das-Guru. There's many beautiful recordings. I want to tell you a little story of how it came to me. Я расскажу вам короткую историю, что произошло со мной. One of my best friend's fathers. Один из лучших друзей моего отца. Nothing. He taught me this. Он вообще научил меня этому. And nothing he was doing was working. А вообще все, что он делал, ничего никогда не работало. He was selling sewing machines, you know, sewing machines by going house to house. И он чинил швейные машинки, ходя из дома в дом. And nobody wanted to buy this stupid thing. И никто не хотел покупать эти бестолковые швейные машинки. And he had his courage. И у него была смелость. And he asked, but it wasn't working. И он просил, но все вот, ничего не работало с ним. So people could tell him, no, 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 no. House after house. И люди от дома к дому говорили ему, нет, нет, нет. And, but it was the only job he had. Но у него была только эта работа. And he asked Yogi Bhajana. What should I do? And Yogi Bhajana said, keep doing what you're doing. But chant, guru, guru, wahi, guru, 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 ram, das, guru. Но теперь пой, guru, guru, wahi, guru, guru, ram, das, guru. So he did that. И он сделал это. And if you see the house he lives in now. И если посмотреть тот дом, в котором он сейчас живет. It's just absolutely spectacular. Это абсолютно невероятный дом. Just the window facing the door on the other side of the entrance. А одни только окна, которые смотрят на дверь по другую сторону от входа. Они, только эти окна размером с мой дом. And I asked him at one point in my life, what should I do? И как-то в один момент в жизни я спросил его, что мне делать? So he said, do that 11 minutes a day. И он сказал мне, делай это 11 минут в день. So I did, I added it to my sadhana. It was very funny, because I was sitting in a very small office. And he saw me in that office chanting, guru, 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 ram, das, guru. And he came back a year and a half later. And then he saw me in my big corner office. And then he saw me in my big corner office. With a big desk. With a big desk. Very happy, very comfortable. And he just said, have you been chanting? And I said, yes, of course. I mean, didn't you tell me to do it? And he just started laughing, because what Yogi Bhajian gave him and worked in his life. And he started laughing, because what Yogi Bhajian gave him and worked in his life. He saw it working for his son's friend. And so, you know, he said, are you going to keep going? And he said, of course, I'll never stop. And he said, of course, I'll never stop. But basically, when I chant that, it's a recognition of inner peace. It's a recognition of inner peace. And love. And love. And love for what? Love for what? I want to say love for my gratitude. Maybe it's a little complicated to describe the exact love. But in addition to this kriya, I'd like you to add that practice. 11 minutes, put it in the car, put it when you're cleaning, put it when you're working and nobody's looking. 11 minutes. Yogi Bhajian gave it to him personally. Yogi Bhajian дал лично эту практику этому человеку. And it worked for him. And it worked for him. Yeah. That's good. And I have a third of them work, and that's coming at the end of the class. And it's coming at the end of the class. But yes, 11 days, get your prosperity, your attraction through your sense of purity. Да, но все эти 11 дней, достигайте состояния чистоты и привлекайте к себе все процветание. And then at winter solstice, we're coming to Russia. Мы приедем в Россию. And we're going to do a set of five rebirthing classes. И мы сделаем целую серию классов по ребюфингу. And I'm coming with literally one of the best musicians in the world. И в буквальном смысле со мной будет один из лучших музыкантов мира. Whatever you think that sounds like, you have no idea. Как бы вы себе это не представляли, вы все равно так хорошо бы себе не представить, как это будет. Это игрок на табле, то есть на ударной установке такой особый. Который обучает музыкантов в золотом храме. Который учился в традиции, которая начинается от Гурунанака. Потому что Гурунанак путешествовал по миру с музыкантами 500 лет назад. So he holds that musical lineage. И он является наследником этой музыкальной традиции. And he will be playing live in class. И он будет вживую играть на наших классах. While we work on our rebirth at winter solstice. I can't believe it's happening. And you have no idea the incredible, amazing mastery of this man. It's too amazing for a yoga class. It really is. Я бы даже сказал, что это чересчур хорошо для йога класса. But we attracted it. I told him about Russia. Но нам удалось его завлечь. Я ему рассказал про Россию. He was actually, we were sitting, Yogi Bhajan's son, Kulbir Singh. He and I were sitting together. Это было так. Сидел сын Yogi Bhajan, Kulbir Singh, я и этот музыкант. Because Kulbir lived in Russia for almost five years. И вообще-то Kulbir жил в России около пяти лет. And we're comparing notes on Russia. И мы вообще сравнивали наше понимание и ощущение от России тогда. And I said, you know what I found going there. И я тогда сказал им, то, что я заметил. Is a hard environment. Что в России довольно тяжелая среда. Unbelievable strength. Но люди с невероятной силой. And this incredible devotion. That's a people. И с невероятной преданностью к служению. And I can't believe how beautiful it is. And so, Kulbir said, yeah, it's one of the most beautiful places on the planet. Yogi Bhajan sent me there. True Russia. Yogi Bhajan послал меня в Россию для этого. In the late 80s. И это было в конце 80-х. 40 лет назад. I was there when the tanks rolled up on the Kremlin during the revolution. И он говорит, что я видел, как танки были у Кремля во время революции. I saw Boris Yeltsin. Я видел Бориса Ельцина. And you see the power and the strength of the people. It's unbelievable. И я видел тогда силу людей, которые здесь живут. И я был такой хитрый. И я провел хитрость тогда. And I saw the music master watching us talk about Russia. Я увидел этого музыкального мастера, и что он слушает, как мы говорим про Россию. И он говорит, я хочу приехать в Россию. Для себя самого. Мы купили его бензин так быстро. И мы купили его билеты моментально. И он приезжает к нам. И он приезжает к нам. Вы просто не поверите, кто к нам едет. Вы просто должны приехать на эти медитации и послушать это вживую. И я считаю, что ваше процветание и благосостояние уже начались. Потому что, по сути, мы пристанули нечто невозможное к нам. Сын Йоги Бхаджана будет вести класс на онлайн-фестивале. Первый раз он делает это первый раз. Он сидит next to his father for five years, day and night, before he passed. Before Yogi Bhajan left India, he used to model the postures for him in New Delhi. Еще до того, как Йоги Бхаджан уехал из Индии в Америку, он служил для него моделью. 15 лет назад Йоги Бхаджан умер. И потом, через 50 лет, когда Йоги Бхаджан умер. Это первый раз он говорит о его отце в такой степени. И вот теперь первый раз он начинает снова говорить про своего отца в таком ключе. И это будет на онлайн-фестивале, и я вам скажу кое-что еще очень важное. Мы учим кундалини-йоге, как учил его отец. Это полностью, и мы не смешиваем ее с ничего. Кундалини-йога — цельная система, мы ни с чем ее не смешиваем. Так что это требование ко всем ведущим на онлайн-фестивале, что только чистая кундалини-йога. И я вообще не верю, как мы собрали этих 18 невероятных учителей, которые в первый раз вообще будут вести что-то для России. Включая сына Йоги Бхаджана и этого музыкального мастера из Индии. Так что это целое благословение для нас всех. И, конечно, на почту вам придет вся информация, но знайте, что первый класс по ребиркингу будет бесплатным, придите хотя бы на него. За следующие четыре надо будет что-то заплатить и просто сами поймите, что вам позволяет ваше текущее финансовое состояние. Но придите хотя бы на первую, помедитируйте с нами, прочувствуйте эту живую музыку. И мы проведем суммарно пять классов по ребиркингу, про которые я хочу рассказать. За эти грядущие 11 дней мы будем слой за слоем исчищать все эти убеждения, что мы нечистые. И мы будем использовать это для притяжения к себе. Притягивать через свою чистоту. Какая интересная идея. Из-за пять классов ребиркинга, которые грядут, мы будем работать на наших проекциях в 2020 году. И мы будем работать над нашей проекцией в 2020 год. Уберем все эти странные предположения, что наши желания, они неправильные. На втором классе мы поработаем над тем, чтобы убрать эту критику к себе над страхом изменений, что автоматически приведет к интуиции. Потому что вы не хотите превращать жизнь в туман через эту путаницу и непонимание, кто вы есть. Ясность дает вам интуиция. И мы сделаем это с живой музыкой. Это вообще безумие. Вы даже не можете представить, что там будет. На третьем классе поработаем над открытием сердечного центра. И это, конечно, связано с тем, чтобы оставить в прошлом всю печаль и горе. И понять, что когда чакры сбалансированы, сердце в полной безопасности. И тогда проецировать в мир. На четвертом классе будем развивать нашу благодарность. Потому что мы ничего к себе не привлечем, ничего к вам не придет, если мы неблагодарны, потому что мы даже этого не осознаем. И пятый класс — это наше сияющее тело. Наша способность сиять и проецировать это в наше окружение. Хорошо, это все, что я хотел сказать вам. Понимаете, зимнее солнцестояние — это лучшее время подумать про грядущий год. Я сейчас чувствую, что каким-то образом Россия, весь ваш регион, получает столько энергии. И я хочу, чтобы вы по-настоящему наконец поняли, кто вы есть. У вас настолько невероятная сила. Перестаньте ненавидеть себя. И давайте сделаем 2020 невероятным. Потому что миру нужны вы на пике своих способностей. Окей. Давайте сделаем Субакрия. И давайте сделаем Субакрия. Пять раз по три минуты, чтобы завершить наш класс. И это просто, чтобы завершить наше путешествие. И это вообще особое привлечение к себе. Так что мы уже почистили себя внутри и начали осознавать свою невинность. А вот это Субакрия, которую я хочу, чтобы вы делали после солнцестояния. В течение следующего года. Если это attracting money is your issue, потому что это как раз крия для привлечения денег, если у вас есть такой вопрос конкретный. А сейчас давайте просто насладимся ею. Я думаю, вы знаете, что надо делать. Может, делали ее несколько недель назад. Начинаем вот так. Начинайте. Я сейчас найду музыку. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... А если эти планеты соединены в вашей астрологической карте... То есть та астрологическая вещь, которую вы читаете в газетах... Понимаете, даже если в астрологических газетах написано, что у вас не будет денег, то делая это упражнение, вы получите все деньги. Так что мы просто немного подускоряем наши процессы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пальцы разведены, руки поднимаем вверх... И перекрещиваем над головой. Пальцы разведены. И делайте сильное движение. И поймите, что это движение убирает депрессию из вашей системы. И каждый раз вы перекрещиваете руки... Продолжение следует... Продолжение следует... И пальцы напряжены, направьте вашу энергию в пальцы. И пальцы напряжены, направьте вашу энергию. Это упражнение помогает заменить депрессию внутри вас на интуицию. И вы знаете, что правильно сделать. И вы перестаёте сами ставить на пути к своему процветанию. Просветание может прийти. Но если вы делаете неверные вещи из-за своей депрессии, она просто не будет знать процветания. Где же к вам приземлиться? И это упражнение даёт вам способность осознать это. Через интуицию. Продолжение следует... Выдох. Хорошо, большой палец. Ваше эго. Внутрь кулака. Сжимаем его. Сильно сжимаем большой палец. Когда Йоги Бажин этому учил, он смеялся над людьми, они делают это так слабо. Но он не учил этому в вашей стране. Он сейчас смотрит на нас. Давайте покажем вам, как делают это русские. И движение такое. Вы делаете окружности так, чтобы вы почти подлетели. Виталию с пола. И вы говорите на английском. Продолжайте. Время пошло. И причина, почему мы говорим на английском, хотя это не его главный язык, первый язык. Но он увидел, что в английском языке God, то есть Бог, означает следующее. Generate, organize, destroy. То есть по-русски создавать, организовать, разрушать. Это принцип, по которому работает Вселенная. И он вложил это в Крию. Потому что на ад работает. Делайте это сильно из пупка. Не жульничайте. Вы уже получили бесплатный класс. И эта часть тоже бесплатная, так что сделайте по-нормальному. Делайте так сильно, чтобы подлетать с пола. Осталось две минуты. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Вдох, под вдох, и расслабьтесь. Хорошо. Следующее упражнение. Но сначала скажу одну вещь для новых людей. Когда мы делаем то, что называется Крией, и Крия — это полностью завершенный комплекс. Мы делаем ее в точности, как сказано. И мы делаем ее, чтобы замкнуть энергетический контур. И это создает тот эффект, которого мы ждем. И когда в кундалини-йоге вы слышите, мы делаем Крию, мы можем делать много упражнений, чтобы потянуться, чтобы хорошо себя почувствовать. Но Крия — это замкнутая печать, которая просто дает вам результат. И мы сейчас в середине этой Крии из пяти частей. Четвертая часть — между боком и сердцем. Я делаю движение примерно так. Руки вверх-вниз. И пойте вместе со мной. fattyми. Архарея. Wахе. гуру. Архареяя. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Последние минуты свистите. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Позвольте пране прийти к вам Пусть энергия жизни идет к вам Пусть она захватит всю ваше существо Субтитры делал DimaTorzok Вдох, выдох, выдох, расслабьтесь, помедитируйте. И хорошо, теперь положите руки в это положение. Идеальная медитативная поза. Закройте глаза. Последние три минуты начались сейчас. И теперь замедлите свое дыхание. И инструкция говорит следующее, делайте одноминутное дыхание. 20 секунд вдох, 20 секунд задержка, 20 секунд выдох. Делайте сейчас хотя бы так медленно, как можете. С практикой это становится вообще невероятная практика. И возможная практика. Ну а пока просто замедлите дыхание. И я вообще буду начать время, потому что я хочу считать дыхание. И я даже запущу время заново, потому что надо считать дыхание. И посмотрите, чтобы за следующие три минуты вы сделали 2-5 вдохов циклов дыхания. Спасибо. 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 One more minute. Осталась еще минута. See how close you can come to being one breath. И посмотрите, насколько близко вы можете подойти к одному дыханию за минуту. Спасибо. Десять секунд. Вдох. Расслабьтесь, закройте глаза. Спасибо, что осознали сами себя. Вы знаете, Йоги Баджин говорил про эту крию. Что даже если Бог сам лично, он или она, написали в вашей судьбе, что у вас не будет ничего, эта крия даже это превратит в процветание. Так что это ваша тема. Сделайте это. И вы победите в этой игру жизни. Но на следующие 11 дней мы послём первую крию, которую мы делали вам, потому что я хочу, чтобы вы осознали свою чистоту перед зимним солнцестоянием и привлекли к себе процветание через это осознание. И потом мы войдём в эту точку нуля в зимнем солнцестоянии. Там даже будет лунное затмение в конце года. И потом, после этого, сделать эту практику. И не забывайте делать 11 минут Гуру Гуру Вахи Гуру. И финальная часть домашней работы. Давайте. Давайте что? У вас есть три выбора. Давайте нечто физическое каждый день. И чем больше вы привязаны к этой вещи, тем лучше. Отдайте её. Если вы видите бездомного, купите ему кофе. Даже лучше, если вы отдадите свою кофе. Вторая опция, что вы можете дарить это своё время. Послушать кого-то, кого вы не хотите слушать. Сделать это актом служения. И третья. Спросите кого-то, скажите ему, я здесь, я чистый. Через эту Крию мы осознаем нашу чистоту и невинность. И из этого состояния спросите кого-то, как я могу тебе помочь. И всегда молитесь за благополучие других. Потому что все другие находятся внутри вас. И мы сейчас завершим. Вы поняли свою домашнюю работу, да? И окажите себе услугу. Измерьте своё процветание сейчас и после зимнего солнцестояния. И посмотрите, что произойдёт. И моя молитва в том, чтобы вы так и жили свою жизнь. Начиная с 2020 года и дальше. И когда мы споём заключительную песенку сейчас, я хочу, чтобы вы направили такую же молитву всем людям, которые были на нашем классе. Так что каждый из вас получит молитву от 300 с чем-то людей. Но перед тем, как мы это сделаем, И если в итоге вы придёте на этот класс по ребёрфингу, который мы проведём скоро в России. Есть кое-что, что мы называем такая вишенка на мороженке. Мы будем исследовать Шабд Джей Теганг. Мы научимся его правильно произносить. Он нелёгкий. Попрактикуемся вместе. И этот Шабд его пели воины, борцы за свободу в Индии. Которые боролись за процветание своего народа. И они молились на свою саблю. И какая сабля у вас сегодня? Какие способности даны вам в вашей жизни? Через которые вы воплощаете свою истинность. Этот Шабд даёт эту силу. Даёт вам защиту. Просветание. Королевскую доблестность. И благородство. И он разрубает все кармические блоки, которые стоят на пути к вашему предназначению. Он отрезает всех демонов из вашего тела и ума. Чтобы вы смогли стать воином мира. И это финальный дар, который мы вам привезём. Вы должны понимать, какую честь мы чувствуем. Потому что будем делиться этим с вами. Потому что мы знаем, что это ответ на ваши молитвы. Так что просто представьте, какая честь быть вместе с вами на этом. Ну и конечно мы поедем в Санкт-Петербург, так что если вы там. Хочу увидеть вас и там. Хорошо, это время Алекса петь песенку. Пусть солнце светит над тобой, И любовь прибудет. Чистый свет озарит тебя, И хранит пути. И хранит пути, И хранит пути. Санкт-Петербург, И хранит пути. Таааат нах. Тааат нах. Тааат нах. Дорогой Бог или Богиня Спасибо, что дал нам способность молиться Спасибо, что дал нам способность молиться друг за друга Спасибо, что дал нам инструменты, чтобы уйти друг за друга Благослови нас, чтобы мы жили в твоем идеале Благослови нас, чтобы мы помогли планете перейти в эту эпоху Водолея Благослови нас, чтобы мы увидели наше предназначение И пусть твой божественный меч Уберет всех демонов из нашего ума Все эти придуманные ограничения, которые мы себе навесили Пожалуйста, отрежь их от нас Чтобы мы могли служить тебе И твоему созданию И чтобы мы привлекли бесконечное благосостояние Хорошо, друзья, всех люблю Скоро увидимся